Что сегодня получил сын, Наталья Шевченко может узнать, не дожидаясь ребенка из школы. Личная страничка на сайте дневник.ру позволяет не только следить за текущей успеваемостью, но и узнать рейтинг обучения всего класса. Правда, полностью перейти только на электронный дневник Наталья не готова. Отказываться от бумажных дневников не нужно. Это, конечно, приучает к порядку ребенку. Во-первых, заполнение дневника – это ритуал. Вообще мы к нему привыкли еще со своих, со школьных времен, поэтому он должен быть обязательно. Так же подумала и Лариса Краева. Классный руководитель предвыпускного класса к новинкам образования относится с интересом. Говорит, наглядный рейтинг для учеников – хороший стимул подтянуть долги. Да и от родителей двойку не скроешь. Теперь она, как уверенный системный администратор в электронных дневниках своих подопечных. Хотя освоить ноутбук и всемирную сеть удалось не сразу. Я честно подумала, может быть, мне уже закруглиться моя педагогическая деятельность. Мне кажется, я его никогда не освою. Но когда я его увидела, посмотрела, я не нашла ничего сложного. Для меня это почему-то получилось быстро. В электронном дневнике общаться могут не только родители и учителя. Свои комментарии или вопросы оставляют сами ученики. К тому, что их дома встречает осведомленная мама, уже привыкли. Разбор полетов она устраивает. Смотрит рейтинг, смотрит последние оценки. Очень удобно. У меня мама работает в этой школе, поэтому у меня мама сама все знает, заходит и смотрит. Предусмотрена даже такая страничка, как объявление. То есть учитель может вывесить объявление для родителей. А потом посмотреть, сколько раз, ну сколько посетителей этого объявления было. И посмотреть, прочли его, или оно осталось незамеченным. Многие опасаются, что теперь пропадет живое общение. Учителя уверены, что электронный дневник поможет шагать всем участникам образовательного процесса в ногу со временем. Но решения важных вопросов и родительские собрания не канут в лету. Еще не говорили о том, что, допустим, что-то произошло, что родители не приходят, не спрашивают о своих детях. Нет, такого нет. То есть наряду с тем, что у нас существует электронный дневник, живое общение, оно не уйдет никогда. Единая система электронных дневников действует по всему округу. Но только три отдаленные школы пока активно не пользуются нововведением. Остались и те родители, кто пользоваться интернет-ресурсами не торопится в силу возраста или отсутствия техники. Анна Маринец, Наталья Зайцева, Сергей Удовиченко и Александр Семельников. Телемикс.